Почему нужно в Америку переезжать вдвоем? Вы на нашем канале Йогер-блогер. Можете посмотреть другие видео. Мы очень много снимаем на тему Америки, на тему здоровья, медицины и сами работаем ассистентами стоматологов в Беверли. Так вот, почему нужно вдвоем переезжать в Америку, если вдруг посчастливилась такая возможность? Во-первых, потому что здесь столько впечатлений, столько эмоций и хочется с кем-то ими делиться. Инстаграм вам этого никогда не даст. Вы никогда не сможете поделиться впечатлениями, увидеть обратную реакцию, эмоции других людей. А когда с вами близкий родной человек, это так приятно. Вы можете повниматься, вы можете поделиться впечатлениями, просто не передать словами, поэтому это один из важных пунктов, потому что Америка будет давать вам каждый день миллиард впечатлений, эмоций, каких-то идей, и хочется с ними будет делиться. Второй пункт — это сложности. Конечно, вас будут сопровождать постоянные сложности, и с ними нужно будет очень быстро справляться. А быстро получится только, если вы вдвоем. Один переводит, другой ищет информацию, третий ведет машину, четвертый еще что-то делает. Здесь гораздо будет проще, если вы переезжаете, может быть, даже компанией, семьей. Если маленький ребенок, конечно, будет сложновато, но все равно один сидит с ребенком, другой работает. Либо два человека работают, и кто-то сидит с ребенком. Вдвоем, как в молодой паре, будет гораздо легче, даже без языка, потому что кто-то переводит, кто-то везет, кто-то что-то делает. В общем, когда вот встречаются такие сложности, легче их преодолевать вместе. Клёп. Следующий пункт — это опять и сложности, и мошенничество, я бы так назвала, потому что здесь тоже достаточно опасно ехать, особенно одной девочке. Здесь встречаются очень много сумасшедших, бездомные могут позже, знаете, нападать. Реально, ну, сумасшедшие в основном нападают, не бездомные. Комнаты, как правило, они достаточно спокойные, но бездомные, да, встречаются. Потом мошенники тоже могут встречаться, поэтому будьте аккуратны, девочке одной здесь будет достаточно сложно и небезопасно. Вот, ну, конечно, смотря в каком районе. О, уже потише. Мы сейчас гуляем с вами в Беверли, снимаем школу в Беверли-Хиллз, в BHC, да, школьный автобусе. В общем, здесь очень много впечатлений, поэтому приезжайте вдвоём. Это короткое видео о том, почему нужно приезжать вдвоём. И что бы ты от себя добавил, что бы ты сказал, почему нужно вдвоём приезжать. Кто же тебе сказал, Реб? Ну, сложности. Я очень рада, что мы переехали вдвоём. У меня была такая возможность, сейчас скажу, переехать не одной. Ну, например, я бы, я выиграла, да, я могла бы не пожениться, например, да, и переехать одной. Но здесь будет очень сложно. Документальная всякая работа. Английский. Надо искать работу. Нужно искать жильё. И вдвоём, когда вы переезжаете, один может пойти искать жильё, либо вместе, да, как-то решить эти вопросы. И не так страшно. Вот, наверное, третий пункт, это не так страшно. И когда ты понимаешь, что с тобой человек, ты берёшь за него ответственность, и ты сам как-то чудесным образом находишь себе все ресурсы для преодоления всех сложностей. И мне кажется, вот у меня муж очень сильно здесь раскрылся. Я вот его увидела в другой краске, да. Мы с ними встречались в Москве, с ним поженились после грин-карты. И я не очень была, знаете, ещё до конца уверена, что надо, не надо переезжать. Но здесь мы раскрылись, и муж тоже раскрылся, язык у него хороший, даже лучше, чем у меня, представляете. И работу он тоже нашёл. То есть люди здесь поднимают все свои ресурсы, раскрываются. Кто-то в лучшую сторону, кто-то не в очень хорошую сторону, но, тем не менее, вдвоём гораздо легче переезжать. И вот этот третий пункт, это не страшно. Ты уверен в себе, ты берёшь ответственность за человека, и очень классно всё получается. И человек раскрывается, и потом вы отмечаете друг друга маленькие победы. Мы когда сюда приехали, мы вот после каждой, наверное, каждый день у нас были маленькие победы. Нашли жильё, нашли работу, вообще праздник. Нашли друзей, знакомых тоже праздник. Там заполнили какие-то заявки, сходили в банк, там, знаете, какие-то мелочи, но они гораздо-гораздо облегчают тебе жизнь. И вот первые полгода у вас будут адаптации. У нас это, может быть, месяца три было адаптации. Что такое адаптация? Когда вы просто всё решаете, да, одну задачу, один челлендж за другим. И вы отмечаете эти маленькие победы, и, конечно, гораздо легче, когда вы вместе. Потому что я смотрю на других, которые переезжают одни, им очень сложно, они идут на нелюбимую работу, они вынуждены работать с официантами там по несколько лет, потому что им нужны деньги, только деньги, да, потому что, ну, очень сложно найти работу по профессии. Пойди, Белочка, пойди, не мешай. Реально, Белочка. А мы стоили? Пойди, пойду, поближе. Белочка такая смешная. Смотрите, у меня брундычок пушистый. О, я увидела. Вонся, какая красивая. Вонся. Соляйте, Белочка прям прыгает. Оп, 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 оп. Оп. Тихо, тихо, тихо. Вика, не трогай, Белочка. Пушистый хвостик. Убегай, что она там, убежит. Убегай, что она там. Убегай. Это бешеная Белка. Кстати, если она без причин нападает и идет на людей, то, значит, она бешеная. Как собаки, как и ежики, как и другие животные, они тоже могут болеть бешенством. Поэтому будьте аккуратны. Не ведитесь на это. Нормальные животные, они не будут идти на человека. Ну, может быть, белки в Талифорнии, они немножко любые. Я не знаю. Может, они ручные. Носик какой, мохнат. Вика в поисках контента. Иди подружись с ней. Она так пугает. Она испугалась. Что ты пугаешь? Пойдем, пойдем. Ну, подружись с ней. Ну, епуфи, епуфи, епуфи. Не рискую заболеть, пока вышелся. И третий, четвертый пункт, о чем я еще хотела вам рассказать. Почему нужно переезжать вдвоем? Я, кстати, забыла, о чем я тебе сказала. Все, Витя. Смотри, какая красота. Вот, что смотрите. Парти. Все зеленое, тепло, хорошо. Почему нужно переезжать вдвоем? Потому что здесь одиночки, которые приезжают, они не могут найти себе пару достаточно быстро. Потому что здесь другой мандалитет, другие люди. Если вы думаете, что я приеду, вы дезамериканца, то я боюсь вас расчаровать. Тут многие даже американки живут и не могут найти мужа до 30-35 лет. Живут и не могут найти себе пару. Здесь достаточно сложно, потому что это свободная страна, свободные нравы. Все хотят еще погулять. И я вот видела красивую американочку. Ну, у нее другие корни, они американские. Тут нету коренных американцев, но она красивая, она хрупкая, такая длинная, пушистая волосы. Я говорю, в чем проблема? Ты успешный гигиенист? Почему ты не можешь? У нее даже парня не было. Она говорит, потому что здесь все парни хотят погулять, повеселиться, и сложно найти серьезные отношения. Поэтому самое, наверное, лучшее, я это очень часто слышу, даже от русскоязычных, что лучше пережать вместе, брать кого-то из своего менталитета, из своей страны, из своего, знаете, кажется, что белка бежит из своего какого-то окружения, да, там, где вы выросли, вам будет легче гораздо, чем здесь найти. Но бывают, конечно, исключения, но здесь люди очень долго ищут вторую половинку, и это реально отнимает очень много энергии и времени. Ну, на этом все. Я надеюсь, вас убедила, что пережать лучше вместе, поэтому желаю вам любви, крепкой, сильной, найти свою вторую половинку, посылаю вам удачу и любовь. Так что, всем пока, с вами был канал Йогер-блогер. С вами Виктория Андрея, и до скорых встреч, смотрите наши другие видео. Пока! Убегай! Да, let's go!